здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях депутат московской областной думы игорь валерьевич кахан и здравствуйте игорь валерьевич здравствуйте николай здравствуйте уважаемые наши жители ну и декабрь я так понимаю сразу несколько тут вопросов которые можно обсудить во первых это своеобразный юбилей партии которые вы представляете второе это фактически уже полноценная активная работа нового созыва областной думы ну и конечно же это какое-то подведение итогов того что было сделано и такой мостик будущего об этом мы сегодня и поговорим но сразу же оттолкнемся от нового созыва чем-то он отличается от предыдущего как прошли выборы и как ваш депутатский настрой на сегодняшний день стыда с последнего момента дам депутатский настрой он не изменился хотя бы что фактически переизбрался и занимаясь теми же вопросами их немного добавилось исходя из тех задач и из тех наказов которые были собраны из тех программ которые реализуются системы которые стоят на контроле их стало больше а в принципе задачи те же что в прошлом созыве был председателем комитета что в этом председателем того же комитета давайте напомним как на сегодняшний день немножко название изменилось судне на сегодняшний день называется комитет по строительной политике энергетики и жилищно-коммунальному хозяйству ну прямо а тема лучше все что есть вот все мои охваты да так вот хорошо насколько я понимаю превалируют представители партии единая россия до 36 когда вы спросили насколько изменилось дума думаю у нас изменилось практически на 40 процентов 40 процентов это вновь избранные депутаты то есть в прошлом созыве процент был меньше вот да действительно превалирует партия единая россия единая россия показала очень неплохой ну по оценкам даже хороший процент на выбором до в избирательной кампании поэтому имеем конституционное большинство в нашем парламенте как кстати говоря и верхней в государственной думе так и московской областной и тем более что вот в этом году двадцать лет до исполняется единая россия литерами то что как-то вот не видно каких-то глобальных таких праздников связи с этим были таком в деловом режиме происходит как правило у нас в деловом режиме у нас действительно 1 декабря 20 лет партии единая россия именно 20 лет назад три партии селись в одну это и было единство вся россия и отечество вот и а с 2003 года партия уже носят название на то которое мы слышим сегодня единая россия вот поэтому у нас как правило в любой день рождения партии этого череда партийных приемов то есть это общение с населением вот у меня запланированы приемы и в партийные наши приемные председателя партии дмитрия медведева и здесь у нас приемные местного отделения то есть именно это массовое общение жителями потому что задач много мы много предложили президента он нас поддержал и много президентских проектов мы поддержали поэтому задач увеличилась и соответственно и вопросов по этим задачам у жителей увеличилась поэтому как правило это общение жителями череда прием ну и говоря о жителях жители они же избиратели то есть есть люди которые приходили на выборы голосовали причем неважно даже за кого голосовали но участвовали до в этом избирательном процессе и были жители которые может быть даже не участвовали в процессе но все равно какие-то вопросы и наказы насколько я знаю в этом году какое-то огромное количество наказов на для московской областной думы это действительно так ну скажем для московской областной думы это часть вернее не для московской области думаю скажем для фракции единая россия в московской областной думе это часть партийной работы наказы это в принципе для Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». А инструменты, которые мы выполняем, ну да, действительно, фракция Московской областной думы здесь бежит впереди планеты всей, и чтобы наши однопартийцы, все члены партии Московской области, в том числе и наши городского округа люберцы, шли с нами в ногу, и те наказы, которые мы собрали, они выполнялись. И действительно, мы поставили по избирательной кампании для себя цель, мы не сразу вышли с программой, а мы сначала собрали наказы, на основании которой сделали программные заявления. Я считаю, абсолютно, это было правильное, здравое решение и оправданное. Я вам скажу, что только по городскому округу люберцы мы собрали более 22,5 тысяч наказов, которые тоже надо выполнять. И если говорить, как мы их собираемся выполнять, уже было установочное у нас совещание, проходило в рамках расширенного президиума полицовета Московского областного регионального отделения партии, где были сформированы 9 комиссий, 9 рабочих групп по решению задач по разным направлениям. Вот мне коллеги доверили, я стал председателем двух таких рабочих групп. Это по ЖКХ и по городской среде. Вот поэтому и мы уже сформировали состав групп, уже председатель Московского областного регионального отделения, он же и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалову, я знаю, он их утвердил, поэтому началась работа. Что касается люберец, я уже, да, просто, я понимаю, что вы задаете, сейчас зададите мне вопрос, а как по люберцам. Ну, буквально накануне моего появления в студии мы собирались вместе с представителями администрации, нашими местными коллегами, нашим исполкомом партии и также формировали рабочую группу местного отделения, которое будет многозадачное и которое будет следить за реализацией этих наказов или реализовать, или следить за реализацией этих наказов в городском округе Люберц. А что такое народная программа, которая тоже имеет отношение к вашей партии? Ну, народная программа, она была сформирована, почему говорят народная программа, она имеет даже название Подмосковье, территория перемен, она была сформирована, то есть мы писали то, что просили люди. От народа то, что пришло. Да, то есть мы оцифровали эти наказы по всем сферам, вот я же говорю, ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, социальная политика, экология и так далее. То есть 9 таких моментов оцифрованных у нас есть. Вот, исходя вот из того, что мы увидели, мы написали свою программу, то есть, что мы должны сделать это, 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 исходя из пожеланий жителей. Поэтому мы и назвали ее, что она народная программа. Вот тут, кто будет внимательно слушать, у него возникнет, наверное, резонный вопрос. А откуда вдруг 22 тысячи наказов избирателей, живущих в городском округе Люберца? Что-то не выполнено? Или это какие-то новые задачи, которые ставятся? Или есть задачи, которые повторяются из года в год? Есть задачи, которые и повторяются, и есть, конечно, новые задачи. Понимаете, мы как-то в одной из программ, Николай, с вами говорили, говорили такую избитую фразу, как бы люди хорошо не жили, все равно к этому привыкаешь, хочешь жить еще лучше. Поэтому, конечно, наказы во всех сферах они все больше, больше и больше. То есть, ну, скажем, берем благоустройство. Люди привыкли уже, что у нас там хорошо, там хорошо, там хорошо. Но хочется же еще лучше, давайте это сделаем это, или вот еще вот это сделаем, что касается общественных пространств или дворовых территорий. Поэтому и так, и по всем видам. Что касается социальной политики, конечно, там вопросы есть и законодательные, кстати говоря, и вопросы поддержки разных своего населения, в основном малообеспеченных. Поэтому и вопросы, вот есть глобальный вопрос, который, думаю, будем как-то решать, потому что у нас есть перекос. Человек, который получает инвалидность, вдруг лишается тех льгот, которые у него были, как малообеспеченного человека пенсионного возраста. А, вот так. Вот, да, то есть он тогда получает по инвалидности вот эти... Снимаются. Снимаются, да. И получается перекосы, и я считаю, что это неправильно. Я уже к коллеге своему обращался к председателю комитета как раз по здравоохранению и социальной политике. Он сказал, что тут проблема есть, ну, давай пробовать. То есть надо выходить на эти решения, потому что, ну, сам по себе момент какой-то неправильный, да. То есть человек, если был, имел определенные какие-то дотации, компенсации, он получает инвалидность. То есть должен иметь, наоборот, наверное, больше. Он же не просто так получил инвалидность, это же дополнительные какие-то статьи расходов у человека появляются. Ну, то есть в социальном направлении, да, то есть что-то подправить, изменить. Я знаю, что в декабре идет обсуждение бюджета, да, в Московской областной думе в том числе. И тут возникает такой вопрос, мы все видим, и это озвучено и президентом, на самом высоком уровне, что мы, конечно, наблюдаем определенный рост цен, и в плане жизни, да, такой бытовой, да, у кого-то, возможно, уже ощущается нехватка каких-то средств. О чем идет речь? Насколько депутаты учитывают, да, изменения, происходящие и с пандемией, и с какими-то, может быть, результатами остановок, которые были, да, во время пандемии, потому что вы и тогда были депутатом. И как-то внимательно отслеживается ситуация, опять же, вот, с ростом цен, потому что цены, да, тянут за собой стоимость материалов, в том числе и в обслуживании жилищно-коммунальных. Вот, так вот давайте жилищно-коммунальному, потому что, да, это тема моя, вот мы постоянно на связи, контролирующие темы имеем, с комитетом по ценам и тарифам Московской области, который есть регулятор цен на рынке. Причем есть федеральные ограничения, есть региональные ограничения, есть, ведь, как, грубо говоря, любая там организация, ресурсослабжающая, защищая свой тариф. Она приходит, начинает рассказывать, что у нее такие расходы. Вот, так вот, комитет по ценам и тарифам стоит на страже, чтобы такие расходы или все-таки не такие, да, и, соответственно, все эти бумаги очень внимательно просматриваются, корректируются, и есть предельные моменты, которые ставит и федеральная власть, и региональная. Мы это, естественно, контролируем, чтобы эти цены не превышали инфляцию в Российской Федерации. А на чем сейчас конкретно вот работает комитет, который вы возглавляете, и какие планы строятся вот на ближайшее время? Даже несмотря на то, что, может быть, еще идет обсуждение бюджета. Смотрите, скажем так, комитет, исходя даже с его названием, мы очень много контролируем государственных программ Московской области. Ну, к примеру, та же программа благоустройства. Мы очень тесно работаем с Министерством благоустройства по тем планам, которые выполняются, вот год подходит к концу, которые должны выполниться, чтобы не было сбоя раз. И по тем заявлениям, которые в государственной программе и закладываются в бюджет на 22-й год и последующие периоды, 23-й, 24-й, мы внимательно смотрим, и мы анализируем все программы, которые в бюджете есть и касаются нашего комитета. Скажем, даже чистая вода сейчас в планы грандиозны. У нас буквально на каждом еженедельном совещании губернатор уже стала добрая традиция, что у нас министр ЖКХ Антон Алексеевич Велиховский в каком-то из муниципальных образований открывает либо повысительную насосную станцию, либо водозабор и так дальше, где люди не были обеспечены достойной чистой питьевой водой. Дальше программа, которая идет через Министерство строительного комплекса Московской области, это переселение граждан из аварийного фонда. Тоже серьезная программа. И, кстати говоря, буквально на последнем совещании, на предпоследнем еженедельном совещании губернатора с правительством и с главами, министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев даже новшество в этой программе ввел. И это позволит, наверное, большему количеству людей, проживающих в аварийном жилищном фонде решить свои проблемы. Во-первых, ставится уже задача, что мы оцифровываем дома, которые, если мы начинали эту программу, мы оцифровали дома, которые были признаны аварийными, скажем, пять лет назад, то сегодня мы уже начали цифровывать на день в день, буквально уже на 21-й год, и которые признаны аварийными, это хорошо, то есть мы продвинулись в этой теме. А что новшества? Я не сказал. Это возможность жителю, который переселяется из-за аварийного фонда, либо ждать новое жилье, либо получить денежный сертификат. Вот здесь мы сейчас поставим точку, потому что есть еще много вопросов, сделаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Скоро продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Игорь Валерьевич Кахан и депутат Московской областной думы. Еще об одном проекте, если можно так выразиться, «Городская среда», который звучит так, вроде бы буднично, но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что все, что происходит в городе, это среда и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и так далее. Вот опять же, это под вашим таким, неусыпным руководством, и это федеральная партийная, я так понимаю, программа, насколько мне известно. Значит, смотрите, у нас партия отвечает за ряд проектов и реализации государственных программ. У нас есть государственная программа, у нас есть национальный проект, что касается государственной программы, это правительство Московской области, что касается национального проекта, это правительство Российской Федерации, Есть национальный проект «Жилье и городская среда». Если говорить о государственной программе Московской области, называется «Современная комфортная городская среда». Есть партийный проект, федеральный партийный проект, который называется «Городская среда». Соответственно, тоже есть определенный вертикаль. Вот мне мои коллеги однопартийцы доверили быть, я уже с 2017 года являюсь региональным координатором федерального партийного проекта. То есть эта программа для меня вдвойне родная. Почему? Потому что я и по своим должностям обязанность как председатель комитета, по профильному контролирую, и также я еще и являюсь региональным координатором. Вот спросите, давайте сразу, Николай, я скажу, зачем партийный проект, когда есть госпрограмм? Да. Рассказываю. Вот я ставлю цель партийного проекта, и я думаю, что так должны ставить все партийные проекты перед собой цели. Это то, что говорил президент Владимир Путин в своих посланиях к Федеральному собранию, о чем говорит губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в своих обращениях с жителем ежегодных. Это что любая проблема должна решаться с учетом мнения жителей. Чтобы гибкость была. Конечно, цель партийного проекта, мы же говорили о народной программе, то есть учитывать мнение жителей. Цель партийного проекта, это максимальная цель, не только в связи за деньгами, не только в связи за сроками реализации, а чтобы деньги вкладывались в те проекты, которые хотят видеть жителей. То есть вот этот мостик между жителями и органами власти партия должна обеспечивать. То есть это проведение публичных слушаний, проведение, вернее, это не публичных слушаний, это называется общественное обсуждение. Как по местам, по общественным пространствам, так и по дворовым территориям, согласование дизайн-проектов, создание групп общественного контроля, что немаловажно. Потому что если мы делаем для людей, кто наилучший контролер? Конечно, человек. Конечно. Особенно если ты делаешь там дворовую территорию, человек постоянно ходит в магазин, ворит ребенка в школу, ходит на работу. Он же в первую очередь заметит, плохо или хорошо работает подрядная организация, вышла она сегодня на работу или нет. Или какое качество, скажем, в лужу асфальт кладут. Сразу если есть вот эта взаимосвязь, идет сигнал, ведь всегда проще скорректировать, чем потом переделать. Ну, все верно, да. Тем более, что, опять же, часть наказов, наверное, это как раз касается того, что где-то что-то не доделали, переделывать приходится, опять же. Такое что с таким тоже сталкиваемся. Ну, как правило, все-таки с переделками не так. Наказы больше, речь идет, наверное, что касается переделок, это в наказах есть, когда ломаются элементы и быстрое их устранение. Но ломаются это все-таки не переделки, это самый износ или, кстати, вандализм, он, к сожалению, к сожалению, у нас еще присутствует. То есть, а к чему веду? Есть определенная еще система контроля, что то, что запланировано, а сделано, сделано качественно. Вот это важно еще. Конечно. Это поэтому вот группы общественного контроля, они, цель партийного проекта их создавать, с ними работать, чтобы они работали в тесной связке и с партией, и с исполнительными органами власти, и с подрядной организацией, которая что-то делает. И они же участвовали во всех процессах. От согласования дизайн-проекта до ввода объекта в эксплуатацию. Ну, как это должно быть в общем-то в нормальном процессе? Еще такой один момент о ненормальном процессе. Речь идет о дольщиках, о тех людях, которые пострадали, обманутые дольщики, имею в виду. Я знаю, что вы этой проблемой тоже занимаетесь, и не только вы, но и партия на разных этапах этого, в разных, сказать, местах. И я с удивлением обращаю внимание, что по-прежнему глобально в стране эта проблема еще до конца не решена. Что для этого делается? Давайте начнем с законодательной базы. Сделали все, что больше обманутые дольщики не возникали. Это первое. Вот, это первое. Что мы сделали? То есть на сегодняшний день житель уже не несет деньги застройщику, он деньги размещает на искровых счетах банка. А банк застройщику дает проектное финансирование. И почему здесь проблема решена в том, что обманутых дольщиков не может? Во-первых, то система очень жесткого контроля со стороны банка раз. И банк вынужден контролировать очень жестко, потому что если он что-то не проконтролирует, и с застройщиком что-то происходит, будет достраивать банк. Тот, который выдал проектное финансирование. Поэтому все, тема решенная. В любом случае, объект будет достроен. Но, как правило, банки настолько жестко контролируют ту финансовую модель ее исполнения и производство работ, которые делает застройщик и генподрядчик, что таких срывов, скорее всего, не будет, чтобы достраивал банк. Но у нас остались еще дольщики. Те, которые были до введения этих федеральных законов или изменения в федеральные законы. А что касается до этого, ищутся механизмы правительства Московской области. На базе Московской областной думы в июле 2017 года была создана рабочая группа по совершенствованию механизмов по решению проблем обманутых дольщиков. Я являюсь ее сопредседателем, зампредседателем. Председатель у нас Игорь Юрьевич Бронцалов, председатель Московской областной думы. Я являюсь зампредседателя. И все равно проблема, мой функционал как председатель профильного комитета Московской областной думы. Вот. Эта рабочая группа немножко притормозила свою деятельность с учетом пандемии. Потому что мы резко начали, много проблем удалось решить. И цель рабочей группы какая? Есть всегда какие-то недоработки, застройщика с людьми. Либо администрации с людьми. Недостаточной информации. И зачастую у нас, даже когда проблема решается, люди все равно, есть социальная напряженность. Ну конечно. А из-за чего? Из-за отсутствия информации, Николай. Не поверите. Из-за отсутствия информации. Вот как раз таки цель рабочей группы, это первое. Чтобы жители имели, наши дочки имели ту правдивую информацию, которая есть. И те вопросы, которые возникают на таких встречах, мы находили пути их решения. Вот. Именно если есть законные пути, если нет законных путей, значит правду говорили людям. Тогда люди, они не дай бог, ты им скажешь, вот это мы решим так, а ну по закону нельзя так решать, это неправильно. Вот. Поэтому это как раз таки мы эту работу строим путем, как правило, выездных совещаний. Мы, уже стало доброй традицией, посещаем один из объектов и приглашаем от 4 до 6 инициативных групп. То есть рассматриваем от 4 до 6 объектов. Понятно. Почему там больше это уже будет непродуктивно, потому что вопросов достаточно много. Чтобы базара не было. Непродуктивно, потому что, ну, есть определенные, вот не зря, что там, скажем, в институтах пара-полтора часа дальше перерыв. Перерыв, да, потому что. Вот. Потому что надо немножко подготовиться, немножко отойти и заново зайти. Почему? Потому что, ну, уже не так начинают мозги работать в этом плане. Поэтому вот 4 до 6 объектов, вот это, наверное, тот максимум, когда можно достаточно динамично, со свежим подходом, со свежими мозгами вникать в проблему и рекомендовать, как ее решить. Ну и с 1 по 10 декабря у вас декада, да, приема граждан. И вот тут возникает такой вопрос, не только по декаде, я так понимаю, ведь граждане, они каждый день, да, беспокоят депутатов самых разных уровней. Вот насколько сегодня появилась цифровая система, да, в какой-то степени, вернее, не то, что появилась, а, может быть, улучшилась, да, благодаря появлению пандемии, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло, когда в онлайн-режиме можно обратиться. Ну, есть люди, которые хотят прийти лично. Вот, что это за человек, кто приходит к вам сегодня, что просит и с чем сталкивается депутат, вот, вашего уровня, да, общаясь с населением? Какие проблемы, прежде всего, стоят? Значит, чем плох онлайн-режим? Не все вопросы, к сожалению, можно решить в онлайн-режиме. На удаленок, да. К примеру, если надо рассмотреть документы человека, можно вроде как отправить и по почте, но ты все равно не получишь тех пояснений от человека, которые, ну, рассмотришь, когда ты рассмотришь эти документы. Конечно. Да, поэтому вот здесь возникают сложности, то есть люди с документами, конечно, если надо рассмотреть, если надо показать обращение, ответы, отказы и так дальше, то есть это очень очное решение таких вопросов, надо в них вникать очно. Есть, конечно, вопросы чисто консультационные, которые можно решать и в режиме онлайна. Что касается, люди абсолютно приходят с разными проблемами, начиная там от жилищных или жилищно-коммунальных проблем, заканчивая мерами соцподдержки. Конечно, никто там стороной не обходит здравоохранение. Это сейчас вопрос, особенно с учетом пандемии, дорожного хозяйства и так далее. Конечно, это разные вопросы. Буквально все сферы затрагивают. И приходят, много людей приходят, записываются, как процесс идёт. Смотрите, если я бы не приучил наших жителей, что если речь идёт о материальной помощи, то приёмы ведут помощники, то я бы, наверное, с приёмом, в принципе, не уходил. Вот, поэтому я… Распределение, например. Да, то есть у меня есть распределение, что моя помощь может рассмотреть и мой помощник, если вопрос сложный, я подключаюсь. Поэтому ко мне приходят с вопросами более такими… Сложными. Сложными. Теперь, что касается по количеству людей, ну, больше 12 человек, я никогда не записываю, тоже становится непродуктивно. Потому что, ну, представьте, по 20 минут хотя бы на каждое, сколько это получается. А если по полчаса, лучше 10 максимальное число, и поэтому я лучше чаще проведу приём, чем написать больше людей, чтобы это было продуктивно. Вот, поэтому, что касается сегодняшнего дня, абсолютно разное количество могут прийти и 4 человека, могут и 10. Понятно. Вот, поэтому зависит тоже. Я понимаю, что это где-то зависит от… кто-то побоялся прийти, по телевизору услышал, новый штамм вышел, раз, а у меня сегодня не пойду, я лучше отсижу дома, я в следующий раз к нему скажу. Может, ты такой, я не знаю, но бывает такое, что не так много человеческих факторов бывает, да, все действия приходят. И в завершение возвращаемся вот к теме, что 1 декабря 20 лет исполнилась Единой России, а вы, будучи городским депутатом здесь, в городском округе Люберце, возглавляли партийную фракцию. И, собственно говоря, у вас именно с этой партией связана и, скажем так, партийная принадлежность, и вот плавный такой переход уже в ранг депутата, и работы на самых разных уровнях. Вот что для вас сегодня депутатская деятельность, и насколько вы, вот фракция вам помогает, вы чувствуете какую-то, ну, я не знаю, там, защиту, помощь, совместную работу? Вы знаете, скорее мы фракцию оберегаем, потому что мы все ее члены, и имя фракции – это фактически имя каждого из нас. Вот, вот, такой впечатлений, наша работа… Марка. Что касается фракции, естественно, есть те задачи, которые буквально в еженедельном режиме ставятся депутатам, то есть, ну, скажем, по проверке государственных программ, по контролю там питания в школах и еще что-то. То есть те задачи, которые мы, каждый депутат обязан, вот, фракции наши выполнить еженедельно. Вот, что касается партийной принадлежности, ну, я вам скажу, очень сложно быть членом партии, которые имеют, и депутатом, которые имеют конституционное большинство. Потому что, когда вот сделай там законы, как я говорю, что больше обманутых дочеков не будет, все об этом забыли. То есть о хорошем никто не помнит, но если что-то, не дай бог, случилось, то ты, правящая партия, всегда тебя начинают обвинять. Вот, или те законы, которые там считаются непопулярными, хотя, когда ты принимаешь эти законы, ты принимаешь не потому, что это тебе приснилось. То есть это абсолютно просчитанные, абсолютно логичные вещи, которые, если бы не сделать этого, то мы придем, скажем, к коллапсу, да, и это все просчитано. Другое дело, что кто-то понимает, кто-то не понимает, кто-то не хочет понимать. Если такие, поэтому это сложно, это ответственно, но это интересно. Интересно. Вот на этой разе мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Желаем вам в новом году, чтобы все то, что задумано, сбылось, и не только при помощи ваших коллег, но и при помощи граждан, потому что граждане тоже активно участвуют в этом процессе. Игорь Валерьевич Каханы, депутат Московской областной думы, спасибо вам большое. И вам спасибо за хорошую беседу. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова